Накануне состоялась встреча представителей фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснана с представителями областного правительства. Главную цель участники встречи определили сразу – улучшение качества жизни посредством внедрения инновационных технологий. К тому же эта задача определена как приоритетная среди других обозначенных главой государства на прошедшем международном экономическом форуме в Петербурге. Напомню, что он сказал, что мы обязаны внедрять самые современные технологии и подготовиться для технологического прорыва. И без таких серьезных партнеров, которые обладают очень большими, важными компетенциями, будет очень тяжело это сделать. Узами крепкой дружбы Ульяновской области фонд Роснано связаны вот уже 8 лет. Успешные результаты подобного союза налицо. К примеру, создание в Ульяновске одного из лучших наноцентров в стране. В образовательной системе подготовка кадров для инновационной экономики. В частности, создание на базе технического университета специализированных кафедр. Кроме того, наш регион – один из первых, начал использовать инновационную продукцию в дорожном строительстве. Так, дорога от Ульянска до Димитровграда сделана из органического синтетического волокна нового поколения – панфибра. А в январе этого года область вошла в десятку лучших инновационных субъектов страны. В целом, деятельность совместной с Ульяновской областью для нас является приоритетной именно для фонда. Потому что это активная позиция руководства региона, которую мы видим, нам очень интересна. И мы очень рады такому успешному сотрудничеству. Сотрудничать продолжат и дальше. В нанотехнологическом центре подготовили несколько стартапов, которые получат серьезную поддержку фонда. Планируется реализовать несколько проектов в агропромышленном комплексе. В прошлом году был выпущен каталог, называется РБК-ЛАП. Это Россия, Белоруссия, Казахстан. Все, что связано с контролем качества, в том числе и пищевой продукцией. Туда входят 52 производителя, порядка 4000 номинований продукции. То есть, на мой взгляд, с этой продукцией имеет смысл познакомить потенциальных потребителей. На совещании также принято решение проработать блок государственных закупок. Ринат Алиолова, Руслан Поталов. Новости Ульянской правды.